Сегодня и в самом деле о праздниках говорили немало, но среди главных тем пресс-конференции были и результаты проведенного по заказу столицы исследования Тартовского университета. Оно полностью посвящено миграции в Таллине, включая также прогноз на 2023-2050 годы. Население столицы вырастет практически до 540 тысяч человек. Серьезные изменения ждут почти каждый район Таллина. Уже сегодня можно сказать, что самый быстрый рост населения происходит и будет происходить в районах Пыхяталин, Хаберсти и Кесклин. Центр города вообще может перехватить титул самого крупного района у Ласнамя, но на это уйдет несколько десятков лет. Это так называемый рыночный прогноз, который подразумевает реализацию всех задуманных детальных планировок и сегодняшние предпочтения покупающих недвижимость. Поэтому прогнозы у населения Ласнамя уменьшатся, не катастрофически, но снизятся. Ученые представили и альтернативные пути развития районов столицы. Существенным фактором здесь мог бы стать массовый ремонт существующих многоквартирных домов. Тогда будущее Ласнамя и Мустамя выглядит вполне радужно. Душа района – это его жители. В этом смысле все части города поменяют свой как национальный, так и возрастной состав. По мнению ученых Тарцкого университета, будет происходить перемещение внутри Таллина и переезд в столицу из регионов. Однако куда более важным фактором станет миграция в Эстонию из-за рубежа. За счет этого Таллинн может перешагнуть рубеж в полмиллиона жителей. Этот же фактор поможет нивелировать низкую рождаемость. Не будем забывать и еще одной даты. Празднования Дня Европы пройдут по всем европейским городам 9 мая. Этот день мира в Европе, когда мы вспоминаем, что настоящее и будущее Эстонии наших единомышленников связано с Европой, сопутствующими благополучием и безопасностью без войны. В этот день пройдут не только концерты, но предоставятся возможности для саморазвития. Несколько лет назад была заложена классная традиция проведения специальной квест-игры по ориентированию между зданиями разных европейских посоль в Таллине. Этот год не исключение, но так как мы зеленая столица, то 9 мая на площади Вабадуса с 3 до 6 пройдет масштабный зеленый фестиваль. Помимо концерта здесь будет работать множество мастерских для всех возрастов. 9 мая на площади Свободы уже после окончания лекции мастер-классов выступят Стефан, Таннель Падар и Калуш-оркестра, победившие на последнем конкурсе Евровидения с песней «Стефания». День Европы полезен не в последнюю очередь и для молодого поколения. Мы вступили в Европейский Союз 19 лет назад. Выросло целое поколение тех, кто не всегда знает, что бывало в нашей стране и по-другому. Мир, единство и стабильное развитие оказались довольно хрупкими. Это стало окончательно ясно в конце февраля минувшего года. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.